Примерно каждый год какой-то из депутатов, политиков, общественных деятелей говорит, что сейчас нужно отменить ЕГЭ и начинаются обсуждения на эту тему. В этом видео я бы хотел порассуждать на тему, нужно или не нужно отменять ЕГЭ, вообще отменят ли его и что нужно делать родителям, у которых дети через несколько лет, скорее всего, будут сдавать ЕГЭ. Давайте начнем с того, вообще зачем эта система ЕГЭ вводилась. Я заканчивал школу как раз в то время, когда система ЕГЭ вводилась, более того, я свою репетиторскую деятельность начинал именно в этот период. Я закончил школу в 2004 году, ЕГЭ еще не было, было ЦТ, централизованное тестирование. Ну то есть мы на компьютерах писали, сдавали, нельзя было списать, давали тоже сертификаты, это была подготовительная система к ЕГЭ. В следующем году, в 2005, все выпускники уже сдавали ЕГЭ. С точки зрения эффективности, с точки зрения базовых моментов, в моем понимании, ЕГЭ просто великолепная вещь, у которой огромное количество плюсов. Давайте теперь разберемся вообще, зачем вводили ЕГЭ. Вводили его из-за того, что достаточно большой уровень коррупции был при поступлении в ВУЗы. Ну то есть до этого была система, что выпускник сдает выпускные экзамены в школе, это проходит достаточно легко, и дальше сдает вступительные экзамены в ВУЗы. Причем вступительные экзамены в ВУЗы, каждый ВУЗ определял самостоятельно. Были ВУЗы с супервысоким уровнем коррупции, куда простые смертные вообще не могли поступить, да. Ну то есть все было договорено, были определенные списки ребят, которые должны были там учиться. Задача ЕГЭ была как раз-таки обезличить выпускника и позволить ребятам умным, с хорошими способностями, из каких-то регионов, из каких-то деревень, смочь поступить в топовые ВУЗы страны, если они в действительности достойны. Ну то есть если они на высоком уровне сдают единый экзамен, то, соответственно, у них есть определенные сертификаты, определенные баллы, и их не могут не взять, потому что вот есть понятная система. Следующий важный момент это обезличенная проверка. Раньше проверяли ЕГЭ в своем регионе, дальше усовершенствовали систему, и, соответственно, материалы, которые ребята сдали, их передают в другой регион для того, чтобы максимально исключить коррупционный момент. Проверяют абсолютно незнакомые люди, абсолютно незнакомых людей, есть апелляция, и коррупционный момент здесь сведен к минимуму. Да, и с ЕГЭ были проблемы, были несколько уголовных дел, и по ТВ огромные трансляции, репортажи на тему того, что какие-то школьники за несколько месяцев до начала ЕГЭ переселялись в какие-то деревни, с маленьким количеством населения, делали там прописку, оформлялись в соответствующие школы и писали ЕГЭ там. Ну, а поскольку там минимальный контроль, то они получали там 100 баллов, 90 баллов и так далее. Ну, понятно, что в любой системе есть какие-то минусы, и эти минусы потихонечку убирались. Но в целом благоприятный эффект от ЕГЭ и от честной и справедливой системы в моем понимании трудно переоценить. Теперь, какие проблемы появились? Появилась проблема того, что система образования, система обучения, вместо того, чтобы системно готовить к тому, чтобы любой ребенок может сдать любой экзамен, если, соответственно, у ребенка фундаментальные знания, например, по математике или по физике, то он может на супервысокие баллы сдать эти ЕГЭ по любому предмету. Да, ну, то есть, если знания фундаментальные, то все хорошо. Это, кстати, относится к олимпиадникам. То есть, они практически самостоятельно к ЕГЭ так таковым не готовятся, они перед самим экзаменом несколько раз смотрят варианты разные, просматривают, что-то прорешивают. Но, в целом, их уровень фундаментальных знаний позволяет писать на максимально высокие баллы. В принципе, что было и со мной, и моими одноклассниками. Да, я учился в лицее в математическом классе, у нас был очень хороший фундаментальный уровень, я там участвовал в олимпиадах, мои одноклассники участвовали в олимпиадах. Я к этому централизованному тестированию так таковому не готовился, но у меня были одни из лучших баллов в Павловском регионе. То есть, по профильной математике, по профильной физике я был в топ десятка или нескольких десятков. То есть, одни из лучших баллов. Еще раз, только потому, что я очень хорошо знал предмет физику и математику. Естественно, по-русскому у меня было значительно хуже, но это был не мой профильный предмет. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был системно готов к ОГЭ, к ЕГЭ, к любым выпускным экзаменам, вне зависимости от того, как изменится система, то рекомендую посмотреть мой 5-дневный марафон «Как научить школьника учиться». По ссылке под этим видео в описании можно на него абсолютно бесплатно зарегистрироваться. Там я рассказываю, чему фундаментально учить ребенка, учить навыкам эффективного обучения, для того, чтобы вне зависимости от того, какими будут вступительные выпускные испытания, он мог это эффективно сдать. Ссылка на регистрацию в описании под этим видео. Давайте теперь поговорим про минусы. У любой системы, естественно, есть минусы. Какие минусы я здесь вижу и что бы я поменял? Во-первых, я бы дал возможность сдавать экзамен два раза и выбирать лучший результат. То есть, с точки зрения психологической подготовки ребенка, одна возможность – это все-таки очень для психики тяжело. Ребенок может в этот период заболеть. Ребенок может в этот период себя плохо чувствовать. Да, есть формат переноса, но все же это немножечко другое. Я бы давал шаблонно, стандартно, всем возможность писать два раза с каким-то промежутком в одну или в две недели. Я думаю, это технически решаемо для того, чтобы уменьшить вот этот психологический накал, психологическое напряжение, которое присутствует у многих ребят. Следующая проблема – это, конечно, низкий уровень подготовки учителей. К сожалению, в нашей стране профессия педагога-преподавателя не суперпрестижна, не особо оплачиваемая. Поэтому большинство учителей в обычных среднестатистических школах не могут написать сами ЕГЭ на достойные баллы. Ну, например, по математике не могут, или по физике не могут учителя в среднем написать больше 80-85 баллов. Ну и, естественно, для того, чтобы ребенок поступил в топовый вуз, ему нужно набрать сильно больше 90-95 баллов. Если учитель не может сам написать, естественно, он не может и подготовить. Есть вот эта ошибка системная в подготовке, когда ребят пытаются натаскать. Берут какие-то варианты, кучу вариантов пытаются прорешать с ребенком, не формируя у него фундаментальные знания, не формируя у него фундаментальные навыки по предмету. И, в действительности, такая подготовка очень плохо заканчивается, потому что, если вдруг задания дали какие-то другие, то, соответственно, ребенок уже очень плохо пишет экзамен на те баллы, к которым он точно не готовился. В комментариях пишите, как вы относитесь к ЕГЭ. Считаете ли, что нужно его отменить, или считаете, что это реально классная штука, которая позволяет любому ребенку из любого региона получать равные возможности с ребятами, которые учатся в Москве, в Петербурге, ну и в других крупных городах. И, если это видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и встретимся в следующих видео. Пока-пока.